Радио Звезда Четвертое Зачем же ты к чужим-то убежала? С неудовольствием сказал жене Николай Иванович Ступай, ступай в свое купе Испугалась? Что ж поделаешь, если испугалась? Когда стемнело, я подумала не весь что Кричу тебе огня, зажигая спички, а ты не с места Отвечала Глафира Семеновна, войдя в свое купе Эти туннели ужасно как пугают Я искал спички, но найти не мог К чужим бежать, когда я был при тебе Там все-таки двое, а ты один Прибежала я, они и зажгли спички Положишь ты, матушка, вот что я тебе скажу Сам же ты меня напугал цыганами Занимаются конократством, воровством Я и боялась, что они в потьмах к нам влезут в купе А в отворенные двери купе супругов Уже стоял один из мужчин соседнего купе Средних лет жгучий брюнет в золотых очках С густой бородой, прибранный волосок к волоску В клечатой шелковой дорожной шапочке И с улыбкой, показывая белые зубы, говорил Мадам, есть русско, господине русский Да, да, мы из России, отвечала Глафира Семеновна, оживляясь Самые настоящие русские, прибавил Николай Иванович Из Петербурга мы, но по происхождению С берегов Волги, из Ярославской губернии А вы, спросил он Срп, отвечал брюнет, пропустив в слове серп по-сербски букву Е И ткнул себя в грудь указательным пальцем С надетым на нем золотым перстнем Срп из Белград, прибавил он А мы едем в Белград, сообщила ему Глафира Семеновна О-о-о, показал опять зубы брюнет Молим, мадам, заходить в Белград на мой апотекарский ладунг Косметический гешефт тоже има Как это приятно, что вы говорите по-русски Прошу покорно садиться, предложил ему Николай Иванович Я учился по-русски, я учился на Новий сад в Ортодоксальне гимназиум Потом на Вена в университет Там есть катодр русский язык, отвечал брюнет и сел А мы всю дорогу вас считали за немца? Сказала Глафира Семеновна О, я говорю по-немецки, как эхтер немец Многие србы говорят добре по-немецки От немцы наша цивилизация Вы будете глядеть наш Белград Совсем маленький Вена Да неужели он так хорош? Удивилась Глафира Семеновна О, вы будете видеть, мадам Махнул ей рукой брюнет с уверенностью, не требующей возражения Мы имеем университет на два факультет Юристише и философише Брюнет мешал сербскую, русскую и немецкую речи Мы имеем музеум, мы имеем театр Национальбиблиотек Новый королевский конак Стал быть, есть там и хорошие гостиницы? Спросил Николай Иванович О, как на Вен Как на Вена Скажите, где бы нам остановиться? Гран-готель, готель де Пари Крон-принц, готель Гостильница престола наследника Перевел брюнеты и прибавил Добра гостильница Добрые кельнеры, добра вино, добра еда, добра ясти будете По-русски в гостиницах говорят? Поинтересовалась Глафира Семеновна Швабы Швабские кельнеры Собарицы Сербви Но вы, мадам, будете все понимать Вино червно, вино белу, кафа, овече мясо, чаша пива По-сербски и по-русски, все одно Рассказывал брюнет Ну, так вот, мы завтра как приедем Так значит, в гостинице престола наследника Остановимся Сказал жене Николай Иванович Что там, разные Готель де Пари Французские гостиницы, мы уж знаем А лучше нам остановиться в настоящей славянской гостинице А в котором часу завтра мы в Белграде будем? Спросил он брюнета Как завтра? Мы приедем в Белград сей день у вечера на десять с половиной часы Отвечал брюнет Да что вы, мосья Неужели сегодня вечером? Радостно воскликнула Глафира Семеновна А что же нам сказали, что завтра поутру? Николай Иванович Что ж ты мне наврал? Не знаю, матушка Не знаю Смешался супруг Я в трех разных местах Трех железнодорожных чертей спрашивал И все мне отвечали, что Морген То есть завтра Может быть, они тебе Гуд Морген говорили То есть здоровались с тобой А ты понял в привратном смысле Да ведь я один раз даже при тебе спрашивал Того самого кондуктора, который от нас с Гульденом сбежал Ты сама слышала Ну, так это он нас нарочно надул Чтобы испугать ночлегом в вагоне И взять Гульден за невпускание К нам в купе посторонних Вы, мосье, наверное, знаете, что мы сегодня вечером в Белград приедем, а не завтра Спросила Глафира Семеновна Брюнета Господи, аз до дому еду и телеграфил Боже мой, как я рада, что мы сегодня приедем в Белград и нам не придется ночевать в вагоне, проезжая по здешней местности, радовалась Глафира Семеновна Ужасно страшный народ здешние венгерские цыгане Знаете, мосье, мы с мужем в итальянских горах проезжали, видали даже настоящих тамошних бандитов, но эти цыгане еще страшнее тех Брюнец слушал Глафиру Семеновну, кивал ей даже в знак своего согласия, но из речи ее ничего не понял На Везувии в Неаполе взбирались мы Уж какие рожи нас тогда окружали, и все-таки не было так страшно, как здесь Ведь оттого-то я к вам и бросилась спасаться, когда мы в туннель въехали, продолжала Глафира Семеновна Мой муж хороший человек, но в решительную минуту он трус и теряется Вот потому-то я к вам под защиту и бросилась, и вы меня простите Это было невольно, инстинктивно Вы меня поняли, мосье? Брюнет опять кивнул, и хотя все-таки ничего не понял, но, думая, что речь идет все еще о том, когда поезд прибудет в Белград, заговорил Теперь будет Статион Карловцы и Фрушка-гора на Дунай-река А дальше Статион-град Индии, град Земон, Землин по-русски Всего три станции? Как скоро? — удивилась Глафира Семеновна В Землин будет немецкая митница, митница-таможня А в Белград — србская митница Пас есть у господина? — спросит пас Отнесся Брюнет к Николаю Ивановичу Вы насчет паспорта? — есть, есть Как же не быть русскому без паспорта? Нас и из России не выпустили бы Отвечала за мужа Глафира Семеновна Брюнет продолжал рассказывать Земун сему Потом Дунай-река и мост О вамо — Београд србский Опять паспорт Стал быть и у вас насчет паспортов-то Туго! — подмигнул Николай Иванович Есть Мы свободнее держава, но у нас везде паспорт Разговаривая с Брюнетом, супруги не заметили, что уже давно стемнело И в вагоне горел огонь Николай Иванович взглянул на часы Было уже девять Брюнет предложил ему папиросу и сказал Сербский табак, на Сербия добр табак А вот петербургскую папиросскую Не хотите ли? — предложил ему в свою очередь Николай Иванович Вот и сама мастерица тут сидит Она сама мне папиросы делает «Брюнет!» — кивнул он на жену Оба взяли друг у друга папиросы, закурили и расстались Брюнет ушел в свое купе, а супруги стали ждать станции Карловец «Карловцы!» — возгласил кондуктор, проходя по вагону После станции Карловец Глафира Семеновна стала связывать свои пожитки Подушки, пледы, книги, коробки с закусками Ей помогал Николай Иванович «Скоро уж теперь! Скоро приедем в Белград!» — радостно говорила она Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «В гостях у турок» Глава пятая Подъезжали к станции Землин Австрийскому городу с коренным славянским населением Находящемуся на сербской границе Вдали виднелись городские огни В трех-четырех местах блестел голубоватый белый свет электричества Николай Иванович и Глафира Семеновна Стояли у окна и смотрели на огни «Смотри-ка! Огни-то как разбросаны!» — сказала она «Должно быть большой город!» «Да! Это уж последний австрийский город После него сейчас и Белград, славянское царство Прощай, немчура! Прощай, гуниадеянусы!» — проговорил он «Как гуниадеянусы?» — быстро спросила Глафира Семеновна «Дак ведь это венгерская вода Не из Венгрии, она к нам в Россию идет Ну, я венгерцев гуниадеянусами и называю» «Да что ты! То-то она мне так и противна бывает Когда случается ее принимать Скажи на милость, я и не знала, что эта вода из цыганской земли идет По сеньке шапка, что люди, то и вода И неужели они эту воду гуниади Так просто пьют, как обыкновенную воду?» Николай Иванович замялся, не знал, что отвечать и брякнул «Жрут!» «Да ведь это не здорово, если без нужды!» «Привыкли подлецы!» «Ужас, что такое!» — произнесла Глафира Семеновна Содрогаясь плечами и прибавила «Ну, отныне я этих венгерских цыган так и буду называть гуниадями» Убавляя ход, поезд остановился на станции В купе вагона заглянул полицейский в австрийском кепе И с тараканьями усами и потребовал паспорта Николай Иванович подал ему паспорт Полицейский вооружился пенсне, долго рассматривал паспорт Посмотрел почему-то бумагу его на свет Вынул записную книжку из кармана, записал что-то И, возвращая паспорт, спросил, улыбаясь «Студено на Петербург?» «Ах, вы славянин! Говорите по-русски!» Оживился Николай Иванович, но полицейский махнул ему рукой И сказал «С Богом!» И торопливо направился к следующему купе в вагоне «Все славяне! Везде теперь братья славяне будут!» Торжествующе сказал Николай Иванович и спросил жену «Рада ты, что мы вступаем в славянское царство!» «Еще бы! Все-таки родной, православный народ!» Отвечала Глафира Семеновна «Да! За этих братьев славян Мой дяденька Петр Захарыч, царство ему небесное В сербскую компанию душу свою положил «Как? А ты мне рассказывал, что он соскочил на Дуна из парохода и утонул?» «Да! Но все-таки он в добровольцах тогда был И ехал сражаться, но не доехал Пил он всю дорогу Вступило ему, по всем вероятиям, в голову Показались белые слоны Ну, он от страха и спрыгнул с парохода в Дунай «Так какое же тут положение души?» «Так-то, но так! Но все-таки был добровольцем И ехал, признаться, покойник папенька Нарочно его и услал тогда Что уж сладу с ним никакого в Петербурге не было Так пил, так пил, что просто неудержимо Пропадет, пропьется и в рубище домой является Впрочем, помутившись, он тогда и из Петербурга с партии выехал А и поили же тогда добровольцев этих Страсть! Купцы поят Славянский комитет поит Дамы на железную дорогу провожают Платками машут, кричат Живио! На железной дороге опять питье В вагоны бутылки суют Страсть! Я помню! Покрутил головой Николай Иванович, вспоминая о прошлом А поезд, между тем, шел уже по железнодорожному мосту через Саву Приток Дуная и входил на Сербскую территорию Вот станция Белград Поезд остановился Большой красивый станционный двор Но на платформе пустынно Даже фонари не все зажжены, а через два в третий Что же это? Народу-то на станции никого нет Удивилась Глафира Семеновна, выглянув в окошко Надо носильщика нам для багажа А где его возьмешь? — Геппектрегер! Геппектрегер! Постучала она в окно Человеку в нагольной овчинной куртке И в овчинной шапке, идущему с фонарем в руке Но тот взглянул на нее и отмахнулся — Не понял, что ли? — спросила она мужа и прибавила Впрочем, я-то глупая Настоящего славянина зову по-немецки Как носильщик по-сербски — Почем же я-то душенька знаю? — отвечал Николай Иванович — Вот еще серба какого нашла Да давай звать по-русски — Насильщик! Насильщик! — барабанил он в стекло Каким-то двум овчинным шапком и манил к себе Глафира Семеновна тоже делала зазывающие жесты Наконец в вагон влезла овчинная шапка С таким черномазым косматым лицом И с глазами на выкате, что Глафира Семеновна Невольно попятилась — Боже мой! И здесь эти венгерские цыгане! — воскликнула она — Да нет же, нет! Это брат славянин — Не бойся! — сказал ей муж — Почтенный! Вот тут наши вещи и саквояжи Вынеси, пожалуйста! — обратился он к овчинной шапке — Раз, два, три, четыре, пять — Пять мест! — Добре, добре, господине! — Пять? — спросила овчинная шапка, забирая вещи — Пять-пять! — Видишь, он говорит по-русски — Так какой же цыган! — обратился Николай Иванович к жене — Брат славянин это! А только вот физиономия-то у него каторжная Но да бог с ним! Нам с лица не воду пить! — Неси, неси, милый! Показывай, куда идти! Баранишапка захватила вещи и стала их выносить из вагона Выходил из вагона и брюнет в очках, таща сам два шагренивых чемодана Он шел сзади супругов и говорил им — Митница! О, сарбска митница! Строго митница! Николай Иванович и Глафира Семеновна были тоже нагружены Николай Иванович нес две кордонки со шляпками жены Зонтик, трость Сама она несла баульчик, металлический чайник, коробок с едой Их нагнал кондуктор, брат Славянин, и протягивал руку пригоршней — Господине, заспокой! Тринггельд! — говорил он, кланяясь — Да ведь уж я дал, Гульдин! — воскликнул Николай Иванович — И неизвестно, за что дал Я думал, что мы ночь ночевать в вагоне будем Так чтоб в растяжку на скамейках спать Я и просил никого не пускать в наше купе А не ехать ночь Так и этого бы не дал На пиво, на чашу пива, высокий бояр! — приставал кондуктор — Грошами одного больше не получишь! — обернулся к нему Николай Иванович Пас! Пас! Майнгер! — раздалось над самым его ухом Николай Иванович взглянул Перед ним дорога была загорожена цепью И стоял военный человек в кепе с красным околушком и жгутами на пальто Около него двое солдат в сербских шапочках-скуфейках — Паспорт надо! — Есть! — отвечал Николай Иванович Поставил на пол коробки со шляпками и полез в карман за паспортом — Пожалуйте, паспорт русский Из города Петербурга едем Такие же славяне, как и вы! — подал он военному человеку заграничный паспорт-книжечку Тот начал его перелистывать и спросил довольно сносно по-русски — Отчего визы сербского консула нет? — Да разве нужно? — удивился Николай Иванович — Австрийское есть, турецкое есть — Надо от сербского консула тоже — Давайте четыре динара — А четыре франка, — пояснил он — Давайте за гербовые марки на визу — С удовольствием бы, но у меня, голубчик, брат славянин — Только русские рубли, да австрийские гульдины — Если можно разменять, то вот трехрублевый бумажка — Нет, уж лучше давайте гульдины — Николай Иванович подал гульдин — Мало, мало — Еще один — Вот так — Какую гостиницу берете? — задавал вопрос военный человек — То есть, где мы остановимся? — Говорят, есть здесь какая-то гостиница-престол наследника — Так вот, готель Кронпринц — Туда и пришлю паспорт — Там получите Сухо отрезал военный и кивнул, чтобы проходили в отверстие в загородке — Нельзя ли хоть квитанцию? — Как же без паспорта? — В гостинице спросят — начал был Николай Иванович — Зачем квитанцию? — Я официальный человек в форме — Ткнул себя в грудь военной и прибавил — Ну, добре, добре — Идите в митницу и подождите — Там свой пас получите Перед глазами Николая Ивановича была отворенная дверь с надписью «Митница» Ваши любимые книги Каждый день в эфире «Радио Звезда» и на нашем канале в YouTube Подписывайтесь, чтобы слушать